Всем привет! С вами Владимир Колос. Мы строим каркасные дома в Москве и Санкт-Петербурге. И в этом ролике я расскажу вам о том, как мы строим эти дома, по какой технологии, каким образом нам удается совмещать финскую и североамериканскую технологии, а также расскажу об особенностях каждой из них. Поехали! Это с фундамента. Фундамент мы монтируем свайно-винтовой. Сваи идут у нас 108-е, внутрь заливается бетон, сверху ставятся оголовки. Все оголовки, видите, с усилением идут, 250-е. Кладется два слоя рубероид, и на него уже кладется обвязка фундамента. Обвязка фундамента бруса у нас идет 150-й, снизу он прикручен на два глухаря. И дальше уже на эту обвязку у нас ставится дом. Почему брус, а не доски, сбитые между собой, как я говорил ранее? Брус быстрее и дешевле делать, и в целом, если бюджет ограничен, это не критично. Если у вас есть желание сделать, чтобы это был не цельный брус, а три сбитых между собой доски, за небольшую дополнительную плату можно сделать таким образом. Но, в принципе, это на самом деле не сильно критично. Это идет контррейка, то есть то, что создает вентиляционный фасад снаружи, на который уже крепится имитация бруса. И вот в этот вентозазор у нас выветривается влага, которая там образуется. Рейки выпущены вниз, потому что на них потом сверху монтируется уже по желанию заказчика отделка цоколя. По какой технологии мы строим эти дома? Эта технология комбинирует себе канадскую технологию, то есть североамериканскую, и так называемую финскую технологию. Почему мы их комбинируем? Дело в том, что североамериканская лучше рассчитана на большие пролеты и на нагрузку. Сейчас я объясню, в чем дело. Вот вы видите, здесь у нас есть проем, который в длину у нас 1,80 м, и он сделан непосредственно по канадской технологии. А именно, у нас идет двойной ригель на ребро, который принимает нагрузку с верхней обвязки, и дальше эта нагрузка уходит по стойкам по краям. Здесь у нас использованы тройные стойки, потому что в североамериканском коде сказано, что если у нас проем превышает 6 футов или 1,80 м в длину, то необходимо вместо двойных стоек использовать тройные для дополнительного усиления. И именно на таком большом пролете мы используем канадскую технологию. Во всех остальных местах мы используем так называемую финскую технологию, а именно вместо двойного ригеля на ребро и двойных стоек по краям, мы используем один большой ригель, врезаем его во все стойки и пускаем вдоль всей стены. Здесь по внутренней стороне, а по внешней стороне у нас пробиты укосины. Укосины обязательно врезаются, вот на примере этой перегородки покажу, укосина обязательно врезается в верхний угол, в обвязку, врезается в стойки и уходит в нижнюю обвязку. Там, где расстояние больше, она должна идти под углом 45 градусов, вот как здесь, например, она врезается в верхнюю обвязку, проходит и приходит в нижнюю обвязку. Там, где у нас позволяет сделать это, вот под углом 45 градусов у нас укосина идет сквозь стойки. Ее задача не позволять стойкам смещаться в оси вправо или влево. Так делать правильно, так по СП. Я на днях был на стройке одной очень известной фирмы строительной в Москве, которую знают практически все, и вот там укосины делаются вот средины стойки, вот так вот вниз. Получается, что она захватывает максимум одну стойку, и в принципе смысла в этой укосина не так уж и много. Соответственно, этот ригель сплошной, он принимает на себя всю нагрузку с верхней стены. Таким образом, у нас нет необходимости делать двойные ригели и двойные стойки в каждом оконном проеме. Почему мы вообще используем финскую технологию? Дело в том, что у нее есть несколько преимуществ по сравнению с канадской, а именно. Эта технология более дешевая, потому что в таком случае используется меньше пиломатериала. Не нужно тратить на каждый оконный проем дерево на то, чтобы делать двойные ригели на ребро и делать двойные стойки. И второе, эта технология более теплая, чем канадская, ну или североамериканская, потому что при ее использовании, как раз в результате отсутствия двойных стойк и двойных ригелей на каждом оконном проеме, у нас получается меньше мостики холода и, соответственно, больше пространства для укладки утеплителя. Далее обязательно сверху идет верхняя обвязка стены, куда, собственно, забиваются стойки. И идет вторая обвязка. Она связывает между собой все перегородки и стены внутри дома. Каркас, как вы видите, у нас антисептирован. Снаружи у нас каркас обшивается ветро-влагозащитой из-за спан А. Это диффузионная мембрана, которая позволяет выводить влагу наружу из дома. Изнутри дома будет обшиваться у нас пароизоляция из-за спан Б. Для пролетов больше трех метров мы обязательно используем матицы. Используем их в двух вариантах. Либо у нас матица идет под лагами и лаги на нее кладутся. Тогда у вас будет идти потолок и торчащая матица. Либо матицу поднимаем выше на уровень лаг и тогда используем крепление. Это опоры бруса называется крепление. Их можно по СП использовать. Здесь пролет 3,5 метра. Фактически он разделен где-то на 2 метра и на 1,5 метра. И пол получается довольно жесткий. Также канадскую технологию, как вы видите, мы используем на втором этаже. Как вы видите, у нас конек опирается на окно. Соответственно, чтобы окно выдерживало хорошо нагрузку, у нас тоже используется канадская технология. Двойной ригель на ребро и стойки по бокам. Та же самая история у нас с той стороны. Там даже мы тройные стойки используем, потому что там окно пошире чуть-чуть. Все стены у нас собираются на полу, прибиваются гвоздями снизу. Один гвоздь на 5 сантиметров идет. Соответственно, здесь стойки сейчас 150, а тут 3 гвоздя. И дальше уже эта стена готовая поднимается и ставится вертикально. Снаружи у нас идет имитация бруса. Сейчас погода очень сырая. Целыми днями льют дожди, поэтому она вся очень влажная. Соответственно, максимально разбухшая. Мы ее сейчас делаем вплотную без компенсационного шва. Если вы посмотрите, вот вплотную прямо, вот прямо она идет. Вот как одно целое. Соответственно, единственное, что она может делать, это усыхать, чтобы появился шов. Сейчас они все идут за пилами, все очень ровно и аккуратно. Утеплитель мы используем теплокнауф, плитный, для кровли и стен. Ролик про этот утеплитель я отдельно снял и выложил на канал ранее, так что можете посмотреть, увидеть, почему именно он, почему я считаю, что это лучший утеплитель, который на сегодня по соотношению цена-качество можно использовать при строительстве каркасных домов. ПВХ-окна, которые мы используем, у нас тоже оптимальный по соотношению цена-качество, а именно профиль у нас идут Гудвин, Монблан, а фурнитура идет немецкая Рота. То есть на фурнитуре я предпочитаю не экономить, для того, чтобы окна вам еще много лет служили и не доставляли никаких хлопот. Внутри у нас используются двери филенчатые из массива сосны, вполне приличные двери, хорошие. На внутреннюю отделку у нас идет сухая евровагонка. Карнизы у нас собраны по технологии, а именно идет консольная балка перпендикулярно к крайнему стропилу, которая у нас идет до фронтона. Потом на самом фронтоне у нас идут вкладыши между этими консольными балками, и сюда будет прибито еще одно стропило, ну либо в нашем случае там пару дюймовок. Для того, чтобы был широкий карниз, сделанный по технологии. Дом, который я вам показал, это дом с нашей стандартной комплектацией Comfort, зимняя комплектация, с металлочерепицей, окнами ПВХ. Дом практически базовой комплектации, сейчас увидели. Так что, если у вас будут возникать вопросы по технологии, вы можете смело к нам обращаться, и мы ответим на любые вопросы. Ну а с вами был Владимир Колос, всем до скорого, пока!